Итак, идем дальше. Да, вот поэтому было жесточенное такое сердце. Он отпустил народ и пошел помолиться наедине. И в вечерок и оставался там один. Ну, вы знаете, что он часто ходил. Молитва эта была неотъемной сущностью нашего Господа. Ну, в принципе, там ему не надо было и особо молиться. Он всегда был в этом состоянии, потому что Дух Святой всегда был в нем. Это не так, что мы там позволяем, не позволяем Святому Духу зайти в наше сердце. А там был Святой Дух всегда. Рожденный от тебя будет от Духа Святого. То есть Святой Дух непосредственно участвовал в его жизни. Постоянно, всегда. А можно будет? Да, да, пожалуйста. Я думаю, что Иисус Христос, кружавший в Него пять тысяч человек, не считая женщин и детей, настолько, наверное, просто от этого всего, от этого вскопища народа, он просто опустошил себя полностью. И ему надо было срочно соединиться в концов и напомниться Духом. Да, это так. Потому что когда одна женщина прикоснулся, он говорит, у меня вышла сила. А тут эти пять тысяч, а потом все десять тысяч. Поэтому он просто обессидевший в полде. И ему надо было срочно отправить учеников и побыть просто одному с отцом. Совершенно верно. Поэтому, дорогие мои друзья, вы знаете, что сила, которая нас наполняет Господь, мы должны ее отдавать. Ну, эти вот как благодать эту, которую дает нам Господь Иисус Христос, мы должны ее отдать. Почему? Потому что она испортится. Надо наполняться постоянно каждый день новой благодатью. Мы приходим к Богу, к Иисусу Христу, приходим каждое утро и наполняемся силой и благодатью Иисуса. И потом ее в течение дня отдадим. И следующее утро, потому что написано, благодать обновляется как? Каждое утро. Каждое утро. Поэтому, если мы ее не отдадим, испортится. Понимаете? Вот и все. Поэтому надо тянуться не из людей. Вот. В четвертую, да, сразу же ночью, к ней идет по морю. Ученики увидели Богу предыдущих стревожили и говорили, что это призрак от страха скричали. Откуда вдруг они взяли призрак и прямо, представляете себе, что они, увидев, скричали от испуга? Было у вас такое живое от испуга скричали? Было такое? Было. Нет? Было. А чего вы скричали? Потому что внезапно. Внезапно. Ну, а чего кричали? Сплали. Такая речь. А? Страсть. Ну, а кричать чего? Ну, испугались. От страха. Кричать чего, я спрашиваю? Ну, испугались себя. Кричать чего? Наиболее сексу. Дело в том, дорогие мои друзья, я тоже вскричал один раз от страха. И причем так же, наверное, половина людей, если он слышит. Почему это так? Да потому что, если мы не вскричим, просто сердце разорвется от страха. Понимаете? Вот такая ситуация происходит. От страха лопаются сосуды. От сильного, от испуга. Вот это и вот эмоции. Понимаете? Что что-то неожиданно такое произошло. И сердце может разорваться. Поэтому мы кричим. И поэтому не разрывается. Понимаете? Выходит этот, ну, вот этот страх из нас. Понимаете? А они встречают. Откуда они взяли, что это призрак идет? Че это они? Откуда вдруг у них это в мыслях появилось? Че это идет призрак вдруг? Они вообще-то нормальные люди же не ходят по воде. Как это? Нет, ну почему призрак? Ну, это же ничего. Ну, явление какое-то, сердечественное. Было поверье в то время. О, они были заражены этим. Вот этим, вот этим суеверием. Вот это суеверие в духов, в призраков всевозможных. У них это было в подсознании. И это они просто так и выразили в своих мыслях. Вот идет призрак. Они еще верят, что не в воде живут, да. О, пожалуйста. Вот они там надумали, что это вообще из воды какой-то призрак идет. Ну, скажите, пожалуйста, вот когда Петр говорит, если ты Иисус, то вели мне выйти и идти. Скажите, пожалуйста, уверен ли он был, что это Иисус или нет? Хотя задал такой вопрос. Я думаю, что сомнения были. Нет, ну он был уверен. Потому что если бы это какой-то был призрак, то он бы просто не вышел из водки. Ну, он испытать хотел. Ну как, ну выйти из водки, это же неименуемо в бурю. Это неименуемо где-то оказаться уже над ним. Вот. Понимаете? Поэтому он был уверен, что это Иисус. Ну как? Ну, конечно, был уверен. Он же вышел только тогда, когда они уже убедились, что это таки Иисус. Да. Он заговорил с ним. Ободрил их. Да. У них уже поменялось мышление. Да, да. У них уже поменялось настроение. Конечно, он уже поэтому только вышел. Да. Уже доверие определенное было. Да, ну да. То есть он как бы сомневался, но он знал, что это Иисус Христов. Потому что, как бы, зная Иисуса, зная сколько и его голос, например, и походку, да, вот, ну, походку, вечный вид, и взаимоотношения с ним, сколько они провели с ним, да, он уже, как бы, и попитывался доверием к нему. Понимаете? Вот, и он идет, и, как бы, идет. Скажите, пожалуйста, вот, не хотели бы мы вот такой вот опыт тоже пережить? Хождение по воде. Не хотели бы? Хотели бы. А? Хотели бы. Хотели бы, да? Да. Для чего? Ну как, это же классно. А что тут такого классного? Идти по воде. Ну, вот, ходи по асфальту себе. А, почему мы хотим? Потому что мы хотим вот это вот, вот это вот чудеса, которые совершает Господь, прочувствовать на себе. Так или нет? Все хотят прочувствовать это. Вот. Вот это отношение, вот это, вот это влияние Бога на нас, чтобы оно проявилось каким-то чудесным, определенным, естественным образом, да? Ну, это так ходи, ходение по воде, это, знаете, как видимо, да? Но, а скажите, пожалуйста, каким образом проявление, проявление влияния Господня на человека происходит в нем? Каким это образом? Как это влияние производит в человеке? Что? Доверие, так, доверие... Что еще? Что еще производит в человеке? Вот это чудо. Чудо обращения. Что происходит? А? Ну, вера, да, вера, конечно, да. Городы еще принимаются. Ну, городы никак бы горды. Изменения наши, дорогие мои друзья, потому что измениться мы не можем по-другому, как мы сегодня говорили в субботней школе. Только под влиянием Духа Святого. Так вот это есть чудо. Зачем вам ходить по воде, чтобы ощутить присутствие Бога и чудеса Его в вашей жизни? Не обязательно ходить по воде, но все хотят увидеть это видимым образом, чтобы это произошло именно, ну, вот так вот, чудо, пошел по воде. Петр такой же самый был. Он был человек импульсивный, и он хотел, чтобы это чудо проявилось в его жизни, пойти по воде. Но он тоже, как вы говорите, не был заражен эгоизмом, да, гордыней этой. И вот он, наверное, начал смотреть в лодку и говорить, ну, как я вам, всем остальным ученикам, да, друзьям, говорю. Вот. Поэтому он и начал тянуть, да, в руках его проявления. И вот Иисус говорит. Так, а Иран пишет о Петле, о Петле, что он говорит. Так, а где это написано? Когда он начал тянуть? На сфере? Да, да, да. Когда он начал тянуть? Самый стих. Да, да, да. А, вот, ты спел. Иисус тотчас просил руку, подержал его ритм. Маловерный. Зачем ты усомнился? Скажите, пожалуйста, маловерный. Вот такое слово интересное, да, маловерный. Это хорошо или плохо? Плохо. А плохо, вы говорите, сестра. Маловерный. Маловерный получается. Хороший. Вот как ваше мнение? Это сильно плохо? Или может быть, это не очень плохо? Ага, так значит, все-таки вера есть? Или нет. Ну, ее нет, но ее мало. Ну, как это горчичное зерно? Оно что, большое, маленькое? Нет, ну, это Иисус сам говорит, маловерный. Но вера-то есть. Конечно, я пошел в зерно. А? Я пошел в поводе. Да, значит, ты пошел на поводе. По слову Божьему, не поверить Петру. Так, дорогие мои друзья, тебе смотрите, какая ситуация. Маловерный, это в принципе не очень неплохо. Это хорошо. Почему? Потому что вера есть. Если даже есть маленькая вера, как вы говорите, зерчичное зерно, то она же может и расти. Вера, это не что-то статичное. Что она, мы приняли Иисуса и сразу доверяем Ему во всем. Ходим по воде. Нет. Вера растет, дорогие мои друзья. Вместе с нашим духовным человеком, который там зарождается, да? Рождение свыше, так сказать, родился человек там духовный. Он начинает расти, умножает до возраста полного Иисуса Христа. Так написано на Библии. Так вот и вера так же сама растет. Так или нет? Вот. Поэтому это хорошо, что мало веры. В самом начале, когда вы пришли, вы что, к Богу? Ну кто как? Кто после евангельской программы? Кто по другим каким-то мотивам и соображениям, да? Ну не важно. Я знаю, но она уже вам рада. Так у него мотив был, знаете, какой прийти в собрание к верующей. Посмотреть, какие там девицы. И выбрать, может быть, себе девицу. Вот такая у него. А сейчас посидят в церковь. Мотив был такой. Ну, он говорит, ну пришел церковь, увидел. Надо к вам прийти, да? Вот пришел. Вот. То есть мотивы могут быть у всех разные. И вера может быть, даже, ну, вера-то есть какая-то в определенном смысле, да? Вот. Но вера такая маленькая, что он не говорит ничего. Вот. Но тем не менее, вера есть. Человек приходит к Богу и начинает эту веру. Постепенно наша... Как она может расти, эта вера? Каким образом? Чтение, сколько? Только да, взаимоотношения. Вера, слышание, слышание Слово Божие. А Слово Божие стало плотью. И стало Иисусом. Вот. Поэтому это Иисус взаимодействует с Иисусом Христом. Взаимоотношения. Они производят вот это вот увеличение веры. Поэтому маловерный, это хорошо. Вера есть. Да. Вера есть. А можно еще? Да, пожалуйста. Просто голосом, да, Павел говорит. Он не смыслный. Кто вас остановил? Пошли хорошо. Пошли. Вера была. Услышали Евангелие. Приняли веры. Пошли. Хорошо все было. Потом в результате я его спрашивала. Кто вас прельстил? Что вы остановились? Да. То есть дела плоти пожирали веру. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Может быть и такое. Но это же мы опять же говорим всегда. Это наш выбор. Мы хотим иметь взаимоотношения с Иисусом Христом. Вера будет расти. А не хотим. Вера куда девается. Исчезает. Или вера в этих призраков. Становится. Ну то есть это. Знаете, есть вера, а есть суеверие. Та же самая вера, то только во что вера? В швырсоне. А? В швырсоне. В суету. Это суетная вера. Суета. А суета что? То, что не по Писанию, не по Слову Божьему. Все остальное суета. Смыска в этом нет. Почему это так? Смотрите, какая ситуация. Потому что суеверие, оно не имеет будущего. Будущего нет. Во что бы мы не верили другое, кроме Бога. Будущего нет. Все погибнет здесь. Все слинет. Понимаете? Поэтому в этом нет смысла. В этих духах, призраках все тоже погибнут. Духи и призраки. Вот эти. Духи злобы поднебесные. Все погибнут. Да. И дальше. Так. И когда они вошли в рот, у ветер пути их. Бывшие же ротки подошли, поклонились ему и сказали. Истинно ты Сын Божий. Дорогие мои друзья. Смотрите, какая ситуация происходит. В нашей церкви начали происходить такие вот движения. Так Бог или Сын Божий? Вечно сущный или рожденный? Не говоря не сотворенный, а рожденный от Бога. Вот такие пошли явления. Так вот Сын Божий. Во многих местах написано, что Отец мой больше меня. Ничего не могу творить от себя, только все Отец мой. Времени Своего пришествия я не знаю. Знает только Отец. Не ангел и не я. Только один Отец. То есть как бы умоленное состояние Иисуса Христа. Да? Вот. По отношению к Отцу. И получается так, что Отец Божий менял, значит, он меньше? Меньше. Он не превозносит себя. Так. Так. Он подчиняется. Так. 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 Хорошо. Преподносит. Еще. Почему он настолько себя умолен? Мы читаем филиппийцам, вторая глава там, написано так, что будучи образом Божий, не почитал быть хищением равным Богу, но уничижил себя, приняв образ кого? Раба. Чего это вдруг так? Почему это произошло? Чего? Он говорит, я не что, только Отец. Я не свою волю творю, творю волю Отца. Отец мой больше меня. Почему это так? Почему это так, дорогие друзья? Дайте, можно? Пожалуйста. Он от создания мира, отзадланный, затланный был, от создания мира, пока еще планет не было, уже был Иисус Христов затланный. И почему дьявол на небе, да? Он хотел равным Христу быть. Так, да. Потому что он был там уже на небе, смирение, он готовился прийти на нашу планету, и он там уже был полон смирений. И поэтому он, я бы и хотел, потому что Христос там был такой смиренный на небе. Поэтому он и возмутился сатанам, что ему не дают такие почисти, как Христос. Да, 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 совершенно верно. То есть, дорогие мои друзья, смотрите, когда Иисус пришел на эту планету, он оставил свои божественные полномочия все оставить. Так, будучи Богом, как мы сегодня говорили, да, не использовал свою божественность, не использовал ради своей прихоти, ну, для себя, не использовал. А только, говорит, все, не я творю, он говорит, не я творю. А кто? Отец. Почему очень магния? Потому что, говорит, я Отец одно. Ну, как мы можем говорить, что Иисус это рожденная личность, если Он говорит, я Отец одно. Одно целое. Понимаете? А когда вот это Он говорит о, то есть, ниже, о своем положении ниже отца, то это Он говорит для нас. Он оставил свою божественность ради нас. Почему? Потому что мы бы, видя Его, все дела, которые Он творил, сказали бы, да, конечно, Он же Бог. Он может это делать. А мы-то не Боги, мы люди, и мало того, еще и грешные. Мы не можем творить те дела, которые творил Иисус Христос. А Он говорит, а дела, которые я творю, еще больше сотворите. Правда, не видно пока, после тех дел, которые Он творил, да? Ну, почему? Какого мы события вообще-то ждем? Пришествия. Ну да, пришествия, да. Но что до пришествия должно произойти? Расскор. А? Да, конение. Нет, ну, конение, да, конение, конение. Иисус Христос показал, что Он полностью, как вы сказали, снял божественную природу, и Он только питался Духом, святым наполнялся, и силой Отца Он совершал все эти чудеса. Он никогда свою силу не употребил. Когда, какое грандиозное событие произойдет перед вторым путешествием? Излитие Духа Святого. Излитие Духа Святого. Так вот, дорогие мои друзья, ученики, когда пошли, когда пошли, ну, когда Иисус их посылал, они говорят, идите, бесов изгоняйте, да? Даром получили, даром отдавайте. То есть, они это использовали уже. Но когда обильное излитие произошло, когда? В день Пятидесятницы, да? Ранней дочери. То тогда это произошло как? Массово. То есть, это на весь Иерусалим было видно. Мало того, тень даже падала Петра, и люди исцелялись от тени. Не говоря уже о прикосновении или там вообще, а я в молитве. Это уже помолился, это уже много. А тут день просто, вот. Понимаете? Поэтому, когда произойдет вот это вот обильное излитие, то тогда это и будет и в массовом количестве. Сейчас это происходит. Ну, допустим, зачем нам воскрешение сейчас надо? Воскрешение надо, ну, воскрешение или другие чудеса. Зачем они нужны? Вот зачем надо чудо? Вот такое вот произошло с Петром. Чудо ради чуда. Для чего нужны чудеса? Чтобы поверить. Чтобы поверить, чтобы люди оборудились от неверия к Иисусу, да? От суеверия к вере. Вот так. Вот для этого чудеса. А не для того, чтобы, да, чтобы поразить воображение. Удивительно. Просто притча, да, лазает. То есть, Христос говорит, если даже и мертвый воскресный, не поверит. Не поверит, да. Почему? Если мы все и пророков, и не слушаем, о чем... А сегодня всей нашей планете Земля даны и мы все и пророки, и писания. И если этому писанию мы не верим и не принимаем, да если мертвый перед нами поставит сейчас, не поверит. Да. То есть, ожесточило сердце и огрубило. Вот такое. То есть, ну, мы говорим с вами, что чудо может привести тоже к ожесточению. Как ни странно, да? Вот. И такое явление может произойти. Поэтому поклонились ему и сказали, бывшие вводки, истинно ты сын Божий. Этим они что исповедовали? Вот говорят, сын Божий. Они сказали, сын Божий. Исповедовали его не просто сыном Божьим, а именно исповедовали как Божество, как Бог. Понимаете? Какая ситуация? Потому что там, может быть, тоже были такие разномнения, да? Ну, сын Божий, ну, хорошо. И как бы, тоже может быть, рожденный сын Божий. И типа мы все сыновья Божьи, да. Они же считали себя тоже сыновьями Бога. Понимаете? И это сын Божий, да. Но тут они именно как раз исповедовали его именно Богом. Почему? Потому что, смотрите, поклонились ему. А поклонились только кому? Только Божество. Только Богу. Вот. Дорогие мои друзья, хочу вам сказать еще пару минут займу ваше внимание. Хочу вам рассказать о последней... Почему так важно изменить свое лицо? Ну, мы как бы... Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, то мы как бы, знаете, вот Павел пишет избранным святым. То есть, Господь называет нас святыми и спасенным. Скажите, пожалуйста, спасение – это одновременный акт или как? Спасение? Это процесс. Это процесс. То есть, есть спасение одновременно, одномоментно. То есть, мы принимаем спасение, мы уже спасены. То есть, Господь на нас смотрит, как на спасенных людей. Все, однозначно. Вот. Но спасение еще – это процесс. Спасение, как еще можно назвать по-другому? Освящение. Освящение – это процесс. А что это такое освящение? Процесс нашего преобразования, изменения нашего лица. Так скажем. Ну, образ. Вот. Теперь я хочу сказать вам несколько фактов, которые я услышал из интернета. Значит, смотрите. Вы пробовали на прошлую тему, когда я говорил. Я вам рассказывал Загалюгу. Помните? Загалюгу. Волшебный лист. Так вот, они создали еще один фильм. Последний фильм – блокбастер. Называется «Война будущего». Слышали? Не слышали. «Война будущего». Значит, прилетали… Ну, мы с вами говорили в прошлый раз, что Голливуд культивирует для людей мысли, ну, типа, знаете, общественное мнение. Что оттуда ничего хорошего не может быть. Что там только все… Вот оттуда идут все проблемы. Вирусы, метеориты и тому подобное, да. Все оттуда плохое. Так вот, смотрите. Создали фильм «Голливуд». Называется «Война будущего». Значит, смысл в чем? Я не смотрел и не рекомендую никому, но просто, чтобы вы знали, о чем фильм. Канвана. Значит, фильм о чем? Фильм о том, что нашу планету посещают опять инопланетные существа, враждебные человечеству, и они, как обычно, хотят нас завоевать, поработить. Как обычно. Это все оттуда, все зло. Так вот, смотрите, что происходит. Они, эти инопланетные существа, имеют день. День поклонения, день покоя. И называются они «День семьи». Они так и говорят. Название там этих существ я не помню. Они забиваются в свои норы и в субботу сидят там. Именно в субботу. То есть, о чем разговор? О чем, ну как, программируют сознание людей? Что враги, с которыми борется человечество, отдыхают в субботу. День поклонения, день покоя в субботу. Понимаете? Это уже сейчас наслаждается эта мысль. Ну а те земляне, которые противостоят им, они в субботу набираются сил, и уже с новыми силами они начинают бороться уже в следующий день. Понимаете, какая ситуация? То есть, тут уже дается посыл к тому, на будущее. Что когда будут, вы услышите о тех, кто соблюдает субботу, то это кто? В Робине. В Робине. Дальше. Папа на... Ну, знаете, какой сейчас Папа? Франциск Римский. Папа Римский. Вот. 2 ноября 22-го года на горе Синай приняли такое постановление, как новая конституция, новая Библия. Эко-Библия. Они собрались, все верующие люди, ну, христиане, это же христиане, все собрались именно на горе Синай, где Бог дал. 10 заповедей. Они сейчас новую Библию хотят. Новые заповеди будут относительно экологии нашей планеты. Каким образом нам надо будет в последнее время поклоняться Богу? Они будут решать, какие будут, и новые 10 заповедей будут. Так что вы приготовьтесь, будут новые, Эко-Библия будет, и будет 10 новых заповедей. Это, это вот в прошлом году. Значит, 3 февраля 22-го года тоже Папа выступил на пресс-конференции игры. Скоро придет Иисус Христос. Но Он принесет на эту планету новый порядок. Он расскажет, Он покажет, Он будет нести новое что-то. То есть нам уже практически и о предшествии предупреждать народу не надо. Папа уже предупредил всех, что скоро Иисус Христос в ближайшее время придет на нашу планету принести новый мировой порядок. К этому, а зачем это все, о чем это говорится все? О чем это все? О том, что нашу Землю ожидает новый мировой порядок. И еще одна версия совсем уникальная. Совсем уникальная. Вы слышали, что такое когда-нибудь о таком слове, как Алладра? Не слышали? Что такое Алладра? Никто не знает. Алладра. Слышали? О, вот есть одна сестра, которая слышала. Алладра – это сообщество ученых, которые собрались вместе, чтобы относительно к ухудшению климата на нашей планете, чтобы принести какое-то спасение для нашей Земли. Почему? Потому что ученые бьют тревогу. К стихийные бедствия, которые происходят на нашей планете, увеличиваются не с арифметической, а с геометрической прогрессией. Это знаете как геометрическая, да? В два раза больше. В два. То есть это если было 100, тебе следующее вперед 200, потом 400, потом 800 и так далее. То есть в два раза больше. А арифметическая – это там какой-то порядок определенный? Нет, это арифметическое дело слово. А, да. Это арифметическое. А геометрическая она каждый раз… Не знаю. В два раза больше. А потом в 4, потом в 8. Ну да. Вот так вот геометрическая работает. А арифметическая все время в два раза идёт. Постоянно порядок в два раза. А, то есть геометрическая прогрессия. Они говорят геометрические. Смотрите, что я вот послушал одного человека, его зовут Эгган Чабакян. Эгган Чабакян. Может быть, если вы там будете и минуты, я посмотрю. Вот. Значит, смотрите. Это единая научная группа спасения всего человечества. То есть учёные всего мира собрались, начали разрабатывать приборы, механизмы какие-то, которые смогли бы сохранить Землю. Это, с одной стороны, хорошо. Но упование на кого? Опять на человека. Что человек может спасти сам эту планету. Сначала её, как бы, сказать, уничтожают, а потом хотят спасти. Итак, смотрите. Они говорят, что нас ждёт судьба Марса. Что фатальный климатический коллапс нас ожидает. Это учёные говорят. Это уже не говорит Библия, да? Что будут глады войны, землетрясения, море Кагистанта. Уже не Библия. А уже учёные говорят. Бьют тревогу. Вот этот вот Качалакян, он говорит, что эта Аллатра была создана 10 лет назад ещё. Что они разрабатывают план спасения нашей планеты. Это, если учёные всего мира не объединятся в ближайшее время, то нас ждёт вот этот вот климатический коллапс. И говорит там интересные такие ещё слова, что климатический цервер придёт к вашему дому. Ну, цервер, это знаете, да, для вас в воду. Вот. Он придёт, типа, к вашему дому. Вот. Ну, то есть, так, красочные ещё они это формируют. Вот. Планета на границе самоуничтожения. Ухудшение функционирования экосистемы планеты. И в 36-м году, в 2036 году, они планируют исчезновение атмосферы нашей. Представляете себе? Как Библия говорит. Это уже учёные, они же не читают Библию, они не знают. Они только свои там разрабатывают схемы. Так вот, смотрите. В Библии написано, что небо свилось как? Сфито. Как свито. А они говорят, исчезновение атмосферы. То же самое, в принципе. Вот. Понимаете, какая ситуация? Через 13 лет планета перестанет поддерживать жизнь. Да. И особым образом будут подвержены климатическим таким изменениям и вот этим климатическим катастрофам Китай и Объединённые Арабские Эмираты. Почему-то две страны они назвали. Китай и Объединённые Арабские Эмираты. Вот. И смысл в чём заключается? Загрязнение Мирового океана. Загрязнение Мирового океана. Мировой океан существует для того, чтобы поддерживать, чтобы охлаждать марку Земли. Он такое имеет, ну, свойства. Ну, по ихним выборам. Вот. А ввиду того, что Мировой океан загрязняется этими отбросами, как... Загрязняется этими... Радиоактивными отбросами. Пластик. Пластик. Пластиком загрязняется. Ну, вот эти бутылки смазаны. Целые острова бутылок смазаны. Оглеводород. Океан выполнит компенсационное такое... Компенсационное такое охлаждение. То роль. Компенсационная роль. То есть он компенсирует вот это вот, то, что находится в земле, вот этот жар. Он компенсирует потихонечку. И на земле, как бы, вот такой вот климат создается. Вот. Понимаете? То есть, все сводится к чему? Я уже не говорю о пиплейские пророчества. Все сводится к тому, дорогие мои друзья, что уже все мировое сообщество... Смотрите. Проблемы в экономическом плане, да? Проблемы в экологии, да? Климатические изменения планеты происходят, неопротивные причем. Вот. В религиозном мире что происходит? Что говорит папа? Вот. Все известно. Поэтому, дорогие мои друзья, все сводится к тому, что время... Последнее. Все. Близко. Придверят, дорогие мои друзья. Поэтому. Поэтому. Какое... Какие наши взаимодействия? Такие... Не взаимодействия. Какие наши действия? Что мы должны в последнее время делать? Приближаться к Иисусу. Да. То есть, предшествие приближается, а мы приближаемся к предшествию. Каким образом? В сближении с Иисусом Христом. Дорогие мои друзья, ждать мы уже нету... нету времени. Нету времени, дорогие мои друзья. Всем надо проповедовать о том, что скоро пришествие. Скоро придет Иисус Христом. Уже вот-вот-вот. При дверях. Поэтому, дорогие мои друзья, прежде всего, чтобы... Чтобы рассказать кому-то, надо... Как мы сегодня изучали на субботу в школе. Да? Надо самому быть христоподобным. А как мы это можем сделать? Каким образом? Как это мы можем сделать? Только на жизнь. Только его впустить туда. Чтобы только он может произвести эту работу нашего преобразования. Только мы, когда взираем, как написано, взираем от славы в славу, преображаемся в тот же образ. На лицо Иисуса взираем, преображаемся в тот же образ. Без Иисуса Христа ничего не получится. Поэтому, дорогие мои друзья, взаимодействие с Иисусом Христом укрепляет каждое утро. Каждое утро. Чтение. Молитва. Ну, вы знаете все. Вот. Потом, когда Господь допускает в нашей жизни какие-то проблемы и переживания, что происходит сразу с нашей стороны? Чтение. Робот. За что? Почему? Почему это такое основное случается? Да? Какой вопрос мы должны задать? Для чего? Что еще необходимо изменить во мне? Только ради этого Господь допускает что-то в нашей жизни. Чтобы изменить что-то во мне. Потому что, когда в следующий раз произойдет уже эта ситуация, я уже помню, как я поступал правильно-неправильно. Проанализировал, да? Как? Осторожно. Осторожно проанализировал ситуацию в своей жизни. Так? И тогда уже, в следующий раз, я уже так не поступлю. Понимаете? Или, может быть, в следующий раз уже не будет. Но вы знаете, что все равно характер очень сложная штука. Тяжело менять. Так или нет? Вы знаете сами по себе. Вроде бы казалось, что я с Богом, что я не должен так говорить или поступать. И тем не менее это может произойти. Но когда Иисус во мне, что происходит? Сдерживающий фактор. Есть такое определение. Вот пришли два льва. Все уже заканчивается. Два льва, да? И два льва борются между собой, да? Терутся. Кто победит? Кто победит из двух львов? Сильнейший. Сильнейший этот кто? Который много кушает. Много кушает, много силы, да? В нас борются два льва. Лев из колена Иудина. Так или нет? Два льва у нас существуют на планете. Лев из колена Иудина и лев? Какой? Рыкающий. Который хочет поплотить, да? Два льва вируса. Какой победит в нас? Кого больше кормить? Да, кого кормим больше. Вот и все. Вот вам вся ситуация. Поэтому, ну, кормить, это, конечно, вы же понимаете. Это в образе, в образе включения. То есть тогда мы укрепляемся Словом Божьим. Когда возрастаем в познании благодати Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То тогда он и победит этого льва. Вот и все. Понимаете? Как это написано? Противостаньте твердую веру и убежите. Не имеет над нами власть. Дорогие мои друзья. Победа нам гарантирует. Гарантирует на победу. Во Христе. Во Христе. Во Христе, да. Только во Христе. Вот. И в заключение все. Самый конец. В заключение маленькая, маленькая эмистрация. Один наш, ну как, брат во Христе, Вениамин Буш. Он когда-то был пастором и работал пастором в одном шахтерском гарантии. Вот. Ну и там случилась одна проблема. Одному человеку попал камень в позвоночник, сломал позвоночник и его парализовало дом. Вот. Ну и этот пастор решил посетить его. Заходит туда, а там сущий ад. Водка. Все пьяные. Крики, шумы, гамы. И он только зашел на него, как все набросились. И особым образом этот пострадавший говорит. Что? Где твой Бог? Какой Бог? Как же он допустил в моей жизни вот такой вот? Где? Кто? Что ты тут проповедуешь нам? Он. Причем налетели, накинулись на него. Ну он не имел что сказать, ушел. А он проводил евангельские встречи. И вот как-то его друзья, вот этого парализованного, на одну евангельскую встречу привели его. Ну привезли на каталку. Он уже ходит сам не мог. Вот. Привезли его на каталке этой. И он услышал. Услышал. Он нигде раньше не слышал. А тут услышал слово. Ибо проповедь была на тему. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единого Дова, дабы всякие верующие в Него не похитили на Евангельске. Где он был на этой тевдиной. И он вдруг его озарило. Он принимает Иисуса Христа. Знаете, как это у итальянцев называется удар молнии? Человек влюбляется моментально. И он влюбляется в Иисуса Христа. Он понимает, что происходит. То есть вся эта проблема, которая происходила в его жизни, это было ради того, чтобы он посетил. Он бы так по-другому не посетил бы эту Евангельскую встречу. А так он посещает Евангельскую встречу. И происходит озарение. Он принимает Иисуса Христа своим Спасителем. И что вы думаете? Фодка заменяется в квартире Библией. Приходят только верующие люди. Начинаются духовные псалмы, преснопения, как мы сегодня изучали. То есть человек полностью превратился. И уже пастор, кто? Лучший друг. Лучший друг пастор. И пастор уже приходит. Они уже на тыперщи. Пастор приходит к нему. И он говорит. Знаете, его звали, сейчас скажу. Звали этого человека. Анзель. Анзель. Е-Эль, как бы Бог тоже. Анзель. Вот. И он говорит, когда пастор пришел, уже очередной раз уже. Он говорит, я уже чувствую, что я скоро умрую. Но говорит. Когда я предстану пред Богом, я поклонюсь Ему, поду на колени и скажу. Господи, я тебя благодарю, что ты не сломал позвоночник. Представляете себе, как изменилось правозрение? То кричал, где твой Бог? Зачем он допустил эту мою жизнь? А то будет благодарить за это. Понимаете? И многие, и Псал Матвеевец говорит, что прежде моего страдания я заблуждался. То есть Господь посылает нам это все ради того, ради нас же. Понимаете, какая ситуация? Поэтому, дорогие мои друзья, не будем спрашивать почему, а будем спрашивать для чего. Таким образом, когда Иисус Христос будет жить в нас, то тогда и наше лицо будет совсем другое. Мы говорим сегодня о преображении нашего лица. И изменить свое лицо. Лицо, когда живет там Иисус Христос, вот такое, жилое, или улыбающееся, и доброжелательное. Так или нет? Поэтому, дорогие мои друзья, впустите. Сегодня такой призыв для вас. Впустите, впускайте Иисуса Христа каждый день в свое сердце, чтобы он совершил работу вашего преобразования, чтобы изменил ваше лицо, и чтобы помог другим тоже измениться. Аминь. Будем молиться. Отче наш, Сущий на небесах, честь, слава, хвала, поклоняю и удоверение Тебе. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за этот день, который Ты оделил и осветил и благословил. Благодарны Тебе, что, приходя сюда, Ты совершаешь работу нашего очищения и нашего преобразования. Ты, Господи, делаешь нас подобными себе. Потому что, Господи, Ты некогда нас создал. Но этот Твой образ в происшествии веков, а прошло уже 6 тысяч лет на этой планете, и каждое поколение все больше и больше поднаторело в грехе. И уже спустя 6 тысяч лет, Господи, этот образ стирался постепенно, стирался из человека. Поэтому, Господи, Ты сюда и пришел, чтобы восстановить свой образ в нас. Поэтому мы благодарны Тебе за это, что Ты пришел и что Ты совершаешь работу восстановления в нас своего образа. Поэтому просим Тебя, пошли, Духа Святого, чтобы Он изменял нас, чтобы Он совершенствовал нас, и чтобы Он помогал нам в благовестии и помогал нам другим людям так же само жить по воле Твоего, слава Твоего. Иисус Христа, молитва. Аминь. Иисус Христа.